Вознесенск 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 То есть я так понимаю на границе Николаевской и Днепропетровской области. Также прямо сейчас идет жесткая зачистка Мариуполя. Российские войска и войска ДНР зашли довольно глубоко на территорию города и продвигается с учетом того количества войск, которые загнаны на территорию Мариуполь со стороны ВСУ довольно таки быстро. Тем не менее окончательной зачистки города сегодня я бы не ожидал. Скорее всего бои здесь затянутся еще на пару дней. То на Донбассе. На Донбассе произошло первое, ну как его сразу разрекламировали во всех киевских пабликах, мощное наступление в ВСУ. 95-я бригада пошла в атаку, заняла горловку. Ну это о том, что писали, да? Ну на самом деле действительно 95-я бригада предприняла атаку на один из блокпостов ДНР. Взяла там примерно десяток пленных. Ну и как раз это те ополченцы, которые призывали вот последнюю волну. То есть это лишний раз показывает, зачем призывали так много людей в ЛНР и ДНР. Чтобы снять все боеспособные части со второстепенных направлений и бросить их на главное. И вот сегодняшняя атака в ВСУ в районе горловки это показала. Но никакого даже оперативного значения это не имеет. Понятно, что в текущей ситуации наступать куда бы то ни было в ВСУ не мог. Тем не менее официальный Киев преподнес это как очень мощную и значимую победу. На северной части полукотла, который постепенно образуется на Донбассе, в северодонец, Лисичанский идут бои. Изюм пока все-таки по коже под Украиной, но где находятся именно российские части пока непонятно. В сети появилось видео, как днем российская колонна шла спокойно по Балаклее. То есть это недалеко несколько десятков километров от Изюма. То есть это не фронт был, а просто она шла куда-то, куда ей надо. То есть это уже получается для российской армии все-таки не фронт, а тыл. То есть пока оставляем линию фронта на Изюме. Ну и также появились первые признаки охвата Харькова с юга. То есть появились сообщения о том, что ВСУ пытается что-то спасти из Харьков, выводит некоторые подразделения в его южные и юго-западные пригороды. Хотя я думаю, скорее всего, это не вывод подразделения, а просто таким образом те части, которые засилили в Харькове, пытаются блокировать новую угрозу. Тем не менее, это значительно упрощает ситуацию для тех войск, которые сейчас штурмуют Харьков. И сегодня появилось много видео не только из центра города, уже на центральной площади города Свободы, там где вчера взорвался утром боеприпас тут большой, да. Вот сегодня там уже появились российские десантники. Также есть видео о том, что российские десантники появились на Холодной горе. То есть зачистка Харькова с северной его части проходит довольно успешно. Также очень много интересных новостей по Сумской области, но я о них поговорю давайте уже в ночном обзоре. Сейчас только самое главное. О чем сказали в своем обеденном отчете в СУ, о том, что российские войска активизировались на Волынском и Житомирском направления. Не понимая, какое это Волынское направление, пока никакого Волынского направления нет, тем не менее, на Житомирщине есть очевидное продвижение российских войск вперед. Появилась новость об обстреле блокпоста в районе Коростеня, а это уже довольно глубоко Житомирская область. Похоже, что российские войска с вот этого плацдарма севернее Киева продвигаются дальше на запад. Вот это так примерно выглядит ситуация на сейчас, примерно в 18.00 по Москве 2 марта 2022 года. И последний итоговый выпуск, подводить итоги дня, я планирую, ну как традиционно уже примерно в 23.00. На этом пока все, до свидания, ждите следующего выпуска.